В поисках научных открытий сотрудники Пермского краеведческого отправляются в очередную экспедицию в Аханский район. Там они продолжат раскопки скелетов древних млекопитающих. О ближайших задачах экспедиции расскажет Юлия Зыкова. Сотрудники краеведческого музея пакуют личные вещи и рабочий инвентарь. Взять с собой нужно много, ведь почти две недели участники экспедиции проведут в полевых условиях, на берегу Камы в Аханском районе, где в течение нескольких лет ведутся раскопки. Учёные постепенно извлекают из толщи почвы останки древней фауны. Самый крупный представитель которой – трагонтериевый слон. Он более мощный, чем его потомок – мамонт. Части скелета ископаемого животного сейчас хранятся в Краеведческом музее. Это фрагменты бивня, рёбер, черепа и зубов. Находки слонов в трагонтериевых очень редки. В Пермском крае скелет найден впервые. К нашему удивлению оказалось, что это два разных слона, что было для нас неожиданностью. Учёные рассчитывают, что в этом году удастся извлечь из земли и фрагменты скелета второго слона. Для этого планируют провести масштабные работы с привлечением тяжёлой техники. Площадь раскопа увеличат и с помощью экскаватора снимут трёхметровый слой почвы. Сроки экспедиции всё-таки ограничены. Поэтому мы приняли решение сделать эти грубые скрышные работы с помощью специальной техники. И потом уже оставить такой резервный слой и его уже выбрать лопатами непосредственно, физической силой. И уже тогда выйти на уровень залегания находок. Там уже, конечно, в руки пойдут совочки, кисточки. Сотрудникам Пермского музея присоединятся и специалисты из Института географии Российской академии наук, чтобы в комплексе изучить условия обитания древних животных. Как всегда, на месте раскопок развернут полевую лабораторию. Фрагменты скелетов будут обрабатывать химическими препаратами, которые позволяют сохранить находки. В ход пойдут также доски и больше 100 килограммов гипса. Потому что по методике изъятия находок мы делаем либо монолиты, либо пироги гипсовые. Это такие приспособления, когда кость безболезненно транспортируется с места раскопа в город. То есть она не разрушается. Это позволяет герметично её упаковать и доставить в город. Экспедиция продлится с 4 по 18 июля. А насколько будут успешны её результаты, вскрытие покажет, говорят музейщики. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.